известный российский актер театра и кино отец шестерых детей доброй ночи доброе утро добрый день добрый вечер какая из ролей помогла вам лучше понять себя если я сейчас начну это говорить то просто мир обрушится вообще занавес упадет главным аргументом выборе роли для вас является что я не боюсь этих вопросов это такая интимная часть жизни каждого человека сегодня настало время неудобных социальных тем в кино короткометражки есть возможность высказать себя очень смело но я у них не слепо иду я смотрю о чем это хотя почему нет если актер когда о себе захотелось узнать чуть больше точно абсолютно профессия актера открыла вас вот эту грань там по-настоящему поднимается буря эмоций это прикольно много сил уходит здравствуйте уважаемые зрители эта программа крупным планом меня зовут инесса буланкова и каждую неделю мы с вами по-новому открываем ту или иную звезду сегодня напротив меня известный российский актер театра и кино отец шестерых детей сергей горопченко сергей здравствуйте и спасибо что вы к нам пришли доброе утро добрый день я не знаю как нам она смотрит сейчас везде у кого-то возможно здравствуйте доброй ночи доброе утро добрый день добрый вечер вашей фильмографии да не только фильмографии в принципе если мы обернемся наверное на весь стаж ваш рабочий у вас огромное количество ролей за плечами и я уверена что каждая работа она совершенно особенная но нас интересует а какая из ролей помогла вам лучше понять себя поролей правда многое они все берут серьезную часть жизни времени если проект снимается роли ну так получается слава богу основном главные крепкие и в них надо распределяться и во времени и если съемочный процесс то он по 12 часов в день подготовка нужно обязательно какой-то отдых то есть получается что только только кино когда же жить и когда же семья когда же жена дети соответственно энергия же она тоже направляем она же не бесконечно в человеке в определенном степени бесконечно но ту которую ты можешь вот себе направлять она уходит в получается в творчество это люди со всеми нужно сохранить определенный какой-то порядок отношений статус-кво надо чтобы был чтобы тебе хорошо относились понимали тебя все твои и это творчество много сил уходит поэтому каждая роль она конечно наполнена тем временем моей жизни эмоциями переживаниями даже все параллельно и то что происходит она тоже там как-то отображена и это можно я могу это увидеть и сейчас у меня знаете пришло такая появилась идея я потихоньку начинаю реализовывать поскольку проекты сняты 20 лет назад они уже забыты как бы да прошло уже много других историй и я решил делать так я вообще не профессионально пишущий маслом или акрилом но решил сделать так беру холст открываю проект вспоминаю его и там по-настоящему поднимается буря эмоций и что-то запечатлеть какая-то эмоциональная должна быть краска либо так либо это портрет либо еще что-то и вот понял что это очень мне нужно сегодня это прикольно то есть профессия актера от открыла вас вот эту грань нет я в детстве любил рисовать дети у меня сейчас я вижу не лишены этого интереса с удовольствием это делают но к сожалению вот как бы в пальцах самой школы нет может быть надо походить порисовать не я уверен что если это делать постоянно то наработка сама будет происходить может какие-то уроки надо взять но это очень забавно что именно сам цвет краска она поднимает те эмоции те жизненные силы которые я вкладывал в проект я даже не замечал тогда потому что просто жил тогда в проекте а сейчас через время я могу это в палитре красок эмоции самое главное каких-то вот именно острых важных элементов того времени запечатлеть для себя но как-то очень радует то есть она создает новую краску жизни сегодня потому что это все настоящее живое моё сегодня главным аргументом выборе роли для вас является что хорошие вопросы потому что ну ведь правда приходится сортировать как-то что-то убирать что-то на что-то соглашаться сегодня это сложнее дело чем 20 или 10 лет назад тогда тоже были критерии но сегодня например ну я не могу себя опустить в какой-то хотя почему нет если актер должен разрешать себе поиск и какой-то челлендж куда-то движение потому что если нет открытий если нет свободы в поиске творческом то останавливаешься тогда но есть критерии все равно жизненные вот у меня тоже вот этот вот диалог с самим собой и с собой человеком актером я не могу делать сегодня работы которые бы как-то приводили бы семью в смятение или в какой-то непонятный непонятное волнение то есть создать какой-то дискомфорт семье своим творческим каким-то выбором я не могу то есть если мой герой будет творить что-то совершенно запредельное не знаю вся роль будет построена на мате или как бы если это не будет оправдана глобально оправдана да я этого делать не буду если в этом то есть все равно от каких-то материи жизни стараюсь отталкиваться в своем творчестве а не от каких-то умозаключений режиссера вот я хочу чтобы там ходил голые там вытворял какие-то вещи я эту не буду делать потому что она для меня ценности не несет я не один если бы я был одиноким каким-то творцом может быть я бы себя как бы по-другому как-то оформлял жизни но я знаю что это будут видеть дети я их направляю в сторону каких-то семейных ценностей отношений мужчины и женщины чтобы люди понимали свою предрасположенность к чему-то профессиональном плане просто как бы искать себя я сегодня не могу не могу себе это позволить мне это не интересно год назад буквально вы участвовали как раз в краткометражке под названием бабочка для наших зрителей я объясню это очень пронизительная история о наверное самым тяжелом выборе хотя для кого-то этого выбора даже и не стояла бы выбор между абортом рождением особенного ребенка вы приняли участие в этой короткометражке и сам режиссер признавался что сегодня настало время вот этих неудобных социальных тем в кино история основана на реальных событиях как на вас она повлияла и работа в этом фильме как на вас повлияло ну я скажу в общем участие в таких фильмах и короткометражках студентов она для меня не просто какой-то такая творческая благотворительность это безусловно тоже и обратная связь потому что в таких материалах я у них не слепо иду я смотрю о чем это там поднимаются часто острые проблемы которые не возможно осветить в полном метражном фильме который идет большой прокат на людей на которые тратятся огромные деньги потому что все равно там какая-то должен быть какой-то больше ну какие-то более конкретные берега таки у какая-то приведение какой-то так скажем усредненности что было всем понятно короткометражки есть возможность высказать себя очень смело ярко и где-то даже однобоко возможно но она тем и пронзительно всегда и работа со студентом с человеком который только начинает она всегда эта энергия очень живая очень непосредственно она еще не омрачена какими-то перегрузками процессов съемочных готов еще как бы говорить душой вот и если говорить о бабочке это конечно социально сложная тема и каждый человек и это я после рождения у меня шесть детей и я свое не знаю как бы я в этой ситуации себя вел я не имею ввиду пошли бы мы на это или нет ну однозначно бы конечно выбор был бы сделан в сторону рождения потому что трудно будет потом ну я не знаю те люди которые оказались рядом в этом проекте матери женщины вот столкнувшиеся с такой жизненной ситуации они провели конечно на меня очень ярко и сильное человеческое впечатление это история со слезами на глазах именно эта история подтолкнула меня к написанию к началу написания вот этих вот образов художественных акриловых и масляных это первая картинка которую я нарисовал сердце большое огромное в море плавающий и это вот именно по поводу бабочки было закончу про короткометражки коротко потому что вы вспомнили фильм бабочки но он был действительно год назад но за это время пронеслось еще наверно три или четыре короткометражки и я делаю это как-то совершенно вот прямо вот так почти неосознанно есть время иду и потом даже что-то забывается но очень крутые эмоции я переживаю от таких хороших интересных сценариев которые есть не все фильмы потом выходят на вот полотно фестивалей на почему-то но они оставляют очень яркие хорошие эмоции потому что в той нематериальной такой как бы чистоте творчества происходят удивительные чудесные вещи по-настоящему когда сидишь в кадре и вдруг начинает на дубль идти дождь были были такие мы снимали фильм ети года два назад короткометражку очень крутую тоже на социальную сложную тему и вдруг в кадре ему сидели перед костром такая атмосфера было три дубля и на каждый дубль шоу дочь и это было просто до такой степени слезливо просто как бы воспринималась всеми потому что ну как это может быть ну как может быть на минутный дубль пойти дочь потом перерыв опять могу ребят на что нам делать с этим дублем потому что он совершенно нелепый получается он хороший ну как бы да ну что пожарную машину гнать чтобы сейчас крупняки снять давайте попробуем начинаю снимать и начинает идти дочь и все начинают просто тупо как вы узнаешь так подвисать надо играть всех начинает расплавляться как сердечная мышца потому что что-то не совсем естественное происходит ну а третье уже дубль как вы само собой происходит и люди все становятся немножко какими-то другими потому что произошло чудо которое невозможно как бы воспроизвести ну здорово же правда как бы вот вот она как бы вся на все вопросы и веры и чудес и библейских каких-то начал вот они все здесь прямо есть вот море раступилась и это забывается потом перестаешь об этом думать суете но вот сейчас у меня заставили об этом вспомнить когда о себе захотелось узнать чуть больше я имею ввиду вот что когда вопросы начались более масштабные да когда стало более очевидно и понятно что не вы контролируете ситуацию а вас введет кто-то свыше да когда появились вопросы такого религиозного толка но это такой очень объемный вопрос и моего конечно пройдем сейчас так аккуратненько по касательной потому что вопросы веры они ну их надо это вообще личное безусловно я раньше как-то так подробнее старался в них погружаться сейчас я не я не боюсь этих вопросов они бесконечно важны для меня но есть это такая интимная часть жизни каждого человека потому что я могу называть себя верующим и вот там мы ходим на причастие стараемся и выполняем какие-то обряды так называемые там стараемся помнить хотя бы на расписание но 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 это та внутренняя работа человека чтобы быть в гармонии как бы самим собой для меня это так для другого человека церкви вообще не существует но он живет вполне разумной порядочной внимательной жизнью по отношению к другим людям да может быть он зарабатывает деньги большие да но он их как бы правильно умеет концентрировать в нужные направления он не расточителен он не хулиган не бандит при этом он как бы не касается вопросов веры и церкви он ее не ругает но при этом он как бы не живет как бы вот в открытую жизнью веры и но я то знаю что он абсолютно живет правильно понимаете поэтому здесь нужно очень осторожно говорить конечно хорошо когда человек способен говорить о вере наверное но точно так же хорошо если человек способен говорить о доброте просто доброте человеческой доброте и способности не чувством ее переживать а быть вполне как бы сдержанным и даже в чем-то может быть сухим и осторожным человеком но быть человеком добрым и не для каждого верующего человека я уверен это понятие доброты понятно но для меня как бы вопрос веры решен я знаю точно как бы для для себя понимаю что бог есть безусловно и тот его мир и его облик и его то удивительная способность создать все в этом мире я жду этой встречи мне это приятно об этом думать но и тревожно и волнительно потому что нужно трудиться в эту сторону многое делать для меня это вопрос абсолютно совершенно точно решен и те ошибки которые были со мной совершены они были даны на преодоление своего страха на преодоление своей слабости обретение любви терпение смирение веры я это так вижу потом когда это открытие произошло случилось следующее много следующих духовных шагов тоже не самых простых это тоже дико интимные вещи которые привели меня в конечном итоге к исповеди мне захотелось рассказать обо всех своих гадких моментах которые в моей жизни произошли кому-то рассказать но не кому-то а именно меня это привело в церковь и я там исповедовался в 20 наверное нет 30 лет это случилось и я был поражен тем открытием своим внутренним который потому что я потому что сначала вообще не думаешь об этом что это нужно ну зачем я как бы не нужно ну когда уже созреваешь я просто до этого дозрел видно и я понял что это надо сделать и мне казалось что если я сейчас начну это говорить то просто мир обрушится вообще просто он как бы на занавес упадет потому что нельзя этого делать не надо это но я это сделал преодолел как-то и мир действительно изменился я даже в чем-то физиологически как-то изменился мне постоянно были простуды какие-то я вижу вот эти вот даже как бы связь физиологии то есть человек болезни наши вот как бы у меня такое есть стойкая уверенность в том что мы именно болячки все свои переживаем только из-за того что мы несем в себе бремя каких-то вот этих вот ошибок внутренних ну то что называется грехом каких-то обид каких-то своих злостей по отношению к кому-то мы их не знаем они уже нашей личностью являются но они закрывают тот свет вот внутренний к интересу простоте свободе а вам своим детям удается доносить знания при этом говоря на довольно современном языке и учитывать то что они же подрастают а доступ к сторонней информации увеличивается вместе с их взрослением да и информации столько что можно погрязнуть точно абсолютно информации очень много но ее спектакль на эту тему написал моноспектакль меня пробило у нас тоже как бы не хватает сил себя ну держать как бы в своей тарелке потому что если русского человека завалить этой всей информацией то что хорошего она принесет если мы забываем элементарную какую-то любовь к своим там предкам к бабушкам дедушкам вот туда как бы надо просто ну закинуть какой-то якорь и потом ты с этой информацией делай что хочешь как бы живи но дерево ты должно из корней расти надо вспомнить что было у нас в начале постараться как бы туда окунуться вернуться вернуться надо просто к бабушкам к своим которые нас любили которые нас вот растили воспитывали там все самое лучшее там есть сказки там есть те ласки детские когда тебя любили купали там в детстве и это те важные очень главные настройки наши наши вот российские домашние потому что наши бабушки вынесли нас на своих плечах вот эту войну тяжелейшую страшную не победили и это забывать нельзя потому что там весь наш настоящий фольклор как бы русский там наши писатели там вот там как бы вся основа поэтому не надо только в ней жить как бы да но это надо безусловно помнить просто какой-то произошел подрыв какой-то надрез потому что если говорить вообще вот так вот как бы глобально то вопросы там мужского порядка всего лишь сто лет назад наши мужчины наши это наши прадеды прапрадедушки несли на себе такую какую-то непонятную сегодня ношу какой-то кодекс существовал мужской офицерский кодекс чести был который сегодня ни в одном из пунктов как бы не читается как какая-то осмысленная информация это было рядом со всем вот прямо со сто лет назад но это выкорчевано со всем говорить о том что наш прапрадед мог искренне и серьезно говорить о том что он душу отдает Богу сердце женщине долг родине дальше шла речь о чести вообще условия непонятным сегодня вообще и там говорилось что честь никому при том что человек говорил о Боге что он душу отдает Богу но при этом он честь свою не мог отдать Богу и вот эти формы как бы когда начинаешь их касаться начинается просто какое-то умопомрачение потому что я не понимаю о чем речь что происходит потому что честь как бы в нашем понятии это ну какие-то производные честности порядочности порядочности доброты и что такое честь но почему-то человек верующий который отдает душу Богу и понимающий смысл чести то есть это ежедневные его дела он их не мог взять с собой Богу то есть какие-то утраченные глобальные смыслы которые мы не можем даже вообще в себе никак мысленно сформировать то есть это для нас только поэтические образы Сергей мы знаем что помимо своих детей вы также поддерживаете детей сирот стараюсь ну как бы когда есть возможность да вы говорите о том что вы с ними разговариваете о чем что им пытаетесь передать ну уж точно ничему не научить и не передать ну хоть какой-то там да и в то же время и какую я могу любовь свою передать нет я присутствую слушаю просто и сам учусь потому что дети это чистые существа и они несут на себе такую ношу сиротства которые даже представить не могу поэтому просто касаюсь касаясь чего-то очень сильного большого это сложные судьбы очень безусловно но я не знаю чья судьба сложнее понимаете если они понимают больше меня в этой жизни а как вы думаете что вообще должно произойти в россии чтобы она стала реально страной без сирот ну не знаю у нас есть простите очень хорошие примеры южных республик дагестана чечни где нет домов престарелых и нет сирот а это наши непосредственные соседи прямо это наша россия все там просто очень это честь по отношению к своим предкам однозначное уважение предков простота в общем как бы в своих всех жизненных настройках не не убегание от себя от самого проще как бы жить ну там все есть там открыто об этом говорится и они не просто же это делают формально нету того социального какого-то эгоизма когда все чужие друг другу все проще как бы люди люди и все если ребенку дано почему-то как бы потерять родителей то у них хватает сердца и любви и простоты понять что ему плохо так же как ну то есть чувствование его беды как своей собственной представь просто что ты оказал оказался в этой ситуации я вижу когда человек направляет свои мысли руки свои действия к Богу к небу меня это очень как бы и радует потому что он отрывается от земной жизни от своих каких-то эгоистичных настроек и он думает о смерти а думает о том что главное в нашей жизни они думают о смерти для них для тех людей которых я знаю смерть является определенным порогом в вечность в главное в настоящее и в светлое бесконечно правильное и от этого пропадает страх перед жизнью перед смертью ты понимаешь что та точка основная которой ты идешь и там будет все измеряться уже как будет все твои дела и это короткий путь то есть ты будешь точно совершенно жив я в этом совершенно как бы легко и осмысленно уверен у вас нет страха этого ну я не могу сказать что я ничего как бы не боюсь но я жду смерти я знаю что это нормально потому что так дано ну странно как бы бояться если ты живешь и счастлив абсолютно и ты знаешь точно что тебя ждет он придет непременно но это самое великое что может быть произойдет что может произойти в жизни со мной поэтому надо туда докарабкаться просто дойти как-то ну постараться достойно с теми настройками которые там даны и соответственно меня сразу интересуют институты которые говорят об этой грани человеческой жизни ну странно же столько в себе созидать столько любви созидать столько наук изучать столько пройти всего ежедневно каждый день что-то сегодня это производя это этот диалог интервью с вами но столько радости и внимания друг другу и вдруг почему-то это должно ни с того ни с сего все превратиться в ноль я не допускаю такой мысли вообще ни в каком я не верю в это потому что этого быть не может но есть просто физиологический закон сохранения энергии там как бы массы и всего остального этого быть не может потому что то чудо которое производится сейчас в данное время оно не может быть ничем я делаю работу душевную оно не может как бы оно может просто накопить меня сделать чем-то еще больше внутри либо превратить как бы ну в пустышку поэтому только порядочность только доброта и простота намерений чтобы какими бы социальными обременениями ты не был нагружен такие как финансы профессия известность только эти качества работают только и заниматься нужно только ими неся достойную весь в общем то крест как хорошего так и плохого вот так спасибо вам огромное спасибо за возможность услышать вас и узнать вас так как наверное я бы не узнала просмотрев еще миллиард интервью так